Всем привет! Сегодня вас ждут сенсационные научные открытия, превосходящие все наши ожидания. А именно, лечение переломов ультразвуком, успешное исцеление слепоты и энергии ветра без вреда для здоровья. Подробности далее. Студенты Инженерного института Казанского федерального университета изобрели новую модель ортезы, изготовленную с помощью 3D-принтера со встроенным ультразвуковым аппаратом. Ортез – это аналог привычного для нас гипса, который используется при растяжениях, переломах и других травмах, для лечения которых требуется фиксация или коррекция определенной части тела. Преимущество перед обычным гипсом в прочности и легкости. К тому же на гипс нельзя нанести постоянное электрическое поле, а полимер сам будет его генерировать. Поле держится примерно месяц. Электрические заряды создают постоянное электрическое поле, которое вкупе с ультразвуком будет ускорять выздоровление. Ультразвук улучшает кровообращение, поэтому способствует заживлению костной ткани. Перелом заживет на 38% быстрее. Ученые Мельбурнского университета успешно борются со слепотой. В роговице существуют специальные клетки, которые выводят в воду, чтобы зрение было ясным. Когда они повреждаются от возраста, ранения или болезни, глаз эти клетки восстановить не может. Чтобы помочь роговице залечить себя, ученые вырастили ее клетки на пленке из гидрогеля, прежде чем имплантировать эту пленку в глаз животных через небольшой надрез. Сама пленка распалась через два месяца, оставив живые работоспособные клетки, которые вскоре вывели из роговицы всю воду и вернули под опытным овцам ясное зрение. Техника может предоставить альтернативу для роговичных трансплантатов у людей, которых зачастую не хватает. Санкт-Петербургские ученые разработали и испытали ветряк принципиальной иной конструкции с цилиндрами вместо лопастей. Он вырабатывает вдвое больше электроэнергии, чем обычно, имеет еще одно преимущество – не испускает инфразвуковые волны, по некоторым данным опасные для человека. Основные преимущества нового ветряка – управляемость процессом выработки электроэнергии, высокий 40% коэффициент эффективности преобразования энергии ветра, возможность экономить на аккумуляторах, на которые обычно приходится до 70% стоимости установки ветрогенератора и отсутствие вреда окружающей среде от инфразвуковых волн, так как они устройством не генерируются. Это были самые футуристичные новости науки на сегодня. Пока-пока. Продолжение следует...